Алексей, прилетели вы только вчера, уже успели отдохнуть, перестроиться на сборную? Конечно, да. Была целая ночь впереди, поэтому мы поспали, выспались. Сейчас половина дня была, с моментами там, со своими фотосессия была. Так, конечно, да, уже со всеми увиделся, познакомился, с кем не был знаком лично. Поэтому, да, все в процессе, ждем сейчас тренировку вечернюю и с нетерпением. Поэтому все идет своим чередом. Как оцените свое физическое и моральное состояние? Да, не вижу никаких вообще в этом проблем. И поэтому не вижу смысла, ну, какой-то вопрос, потому что сезон только начался. Все, конечно же, здорово, все отлично, чувствую себя прекрасно, морально тоже еще. Еще не было каких-то таких трудных игр, сложных, где можно было погрузиться, поанализировать. Так можем сказать. Поэтому с чистой головой все отлично. С Пашаричем из сборной Хорватии обсуждали как-то предстоящий матч? Просто поинтересовался, Марио, где будем играть, на каком стадионе. Спросил, сколько придет болельщиков, но на тот момент не знал, поэтому ответил, что не знаю. Так, в целом, какие-то такие обычные вопросы, да, что снова он сказал, что вернусь в Россию. Ну, так, такие, да. Пару вопросов спросил. Вам уже не привыкать играть без болельщиков. На Хорватии тоже должно было быть ограничено их количество, 3 тысячи. Но сейчас новые правила, возможно, будет больше 20 тысяч. Это сильно может помочь сборной России? Огромный плюс, я считаю, конечно же, это огромный плюс. И мы все прекрасно, мы, во-первых, играем для болельщиков в первую очередь. И, конечно же, это большой плюс, что будет такая поддержка. Удивились, когда Карпин приехал к вам в гости в Италию, чтобы пообщаться? Ну, я удивился не тому, что приехал Валерий Георгиевич, а тому, что просто лично важна была встреча с многими футболистами, так как до этого у меня в практике такого не было. С этого момента удивился, да. А там уже просто Валерий Георгиевич приехал, пообщались хорошо, познакомились, так как, повторюсь, с ней были знакомы. О чем пообщались в общих словах, естественно, без конкретики? Ну, больше знакомства, знаете, реально там встреча прошла не так долго, потому что, зная, что Валерий Георгиевич дальше ехал к Сане Головину. Так, больше знакомства, знаете, какие-то общими фразами, общими настроем и понять друг друга. Какой из матчей сборной России с участием Карпина самый памятный для вас? Ну, лично я их не смотрел, понятно. Ну, наверное, против Франции, конечно же, да. Думаю, всем бросается сразу в глаза и в памяти. Поэтому, наверное, против Франции, да. Какой футбол хочет увидеть от игроков Карпин, кроме того, что уже известно о смелости и дерзости на поле? Для начала, мне кажется, это неплохо уже, поэтому будем отталкиваться от такой вот, так сказать, базы. Поэтому. В сборной много новых имен. Как вы воспринимаете обновление команды? Да, это всегда классно, когда, во-первых, есть молодые ребята, всегда они есть, были и будут. Это нормальная практика, поэтому только положительно к этому отношусь. Вопрос такой интересный. Какие в Аталанте есть нюансы по питанию? Исключены ли там сахар и мучное? Ну, так как я понимаю, это вопрос сравнений со сборной, то, что здесь... Верно. Если честно, ограничений никаких нет. Поэтому там свое, здесь свое, как бы это нормально, что у каждого тренера свои взгляды, поэтому, да, вот так вот как-то. Не могли обойтись без вопроса про вашего брата? Скучаете ли по брату? Общаетесь ли с ним? Что Антон говорит о своем физическом состоянии в связи с травмой? И обсуждаете ли вы его историю с локомотивом? Ну, как вы думаете, конечно, мы общаемся всегда, каждый день. Я очень по нему сильно скучаю. Конечно же, обсуждаем. Мой брат-близнец, конечно же, мы все обсуждаем. Но скажу так, что... Сейчас он чувствует себя хорошо. Я так, как я знаю, с врачами контактирует и решает, так скажем, какого рода восстановление будет идти, где будет проходить. Ну, в хорошем расположении духа, просто скажу одно, что, ну, у Антохи за всю жизнь, ну, за его, так скажем, 25-летнюю, было предостаточно ситуаций, из которых, непростых ситуаций, из которых он выходил. Поэтому, в этой ситуации, не исключение, и я уверен в своем брате, что все будет хорошо, настроение отличное, ну, это как бы часть футбола все, и повторюсь, что я уверен, что все будет отлично. Вы ждете его в сборной России? И жду его здесь, в сборной России, да.